Продолжение следует... Продолжение следует... Здравствуйте, я занимаюсь вязанием. Я немножко сейчас расскажу про себя. Давайте. И мы все по порядку расскажем. Я занимаюсь вязанием давно и плотно к этой теме подошла примерно год назад, когда я решила это уже вынести в массу, начать как-то продавать, продвигать себя. Зарабатывать. Зарабатывать этим. То есть вот я вяжу одежду, какие-то аксессуары, сумки. Давайте я буду показывать. Да, шапочки, снуды, шарфы, перчатки. Все это вот я делаю, вяжу. И занимаюсь, продвигаю. И вот сейчас Елизавета немножко расскажет, что она делает. Да, я в свою очередь шью. Шью из кожи и из разных материалов. В основном это сумки. Я люблю работать именно с сумками. И дополняю все свои изделия. Какой-то оригинальной вышивкой интересной, то есть чтобы это было что-то вот такое необычное, ручное, чтобы было видно. Также создаю украшения. Вот на мне там небольшие брошечки, браслетики. Вот мы всем этим занимаемся, Саня, в Перми. Конечно, сейчас, как вы правильно сказали, сейчас рынок хендмейда во всем мире и везде он настолько развит. Люди наконец-то начали ценить ручную работу, ценить ручной труд. Обратили на нее внимание. Обратили внимание, да. Наконец-то как бы масс-маркет немного отходит, и люди хотят что-то ручное, что-то эксклюзивное. Чтобы было прямо приятно к рукам. Да, чтобы чувствовалось качество, чтобы чувствовался индивидуальный подход, работа какая-то. Это люди наконец-то готовы платить за это. То есть они выбирают. Готовы платить? Уже готовы. То есть все-таки тут же еще смысл в том, что такие вещи, они часто даже бывают дешевле, чем в магазинах, потому что здесь пока нет какого-то бренда имени у человека. И он как бы продает не так это все дорого. То есть мы не платим вот за это имя, за какие-то марки. Поэтому иногда даже вот такие ручные вещи, качественные, они получаются, выходят дешевле в какой-то степени. Ну вот честно сказать, да, я когда-то тоже очень хорошо навязала, даже купила вязальную машинку и попыталась вязать на заказ. У меня ничего не получилось, потому что однажды я распустила дважды кофту, которая была связана машинке, вы меня поймете, о чем это, да. И клиентка даже не стала мне недоплачивать и вообще сказала, да на рынке я могу купить дешевле. И я понимала, что, видимо, время еще не пришло. И, в общем-то, не перестала вязать на заказ вообще. Вот сейчас есть понимание у людей, что, ну, это ручная работа. И если здесь что-то поправлять, то это придется перевязывать всю вещь. У людей понимание есть. И на самом деле у меня еще ни разу не было такого, чтобы люди просили меня перевязать. Хотя они на самом деле не знают, чего они хотят. Они говорят, мне нужен такой цвет и примерно такая модель. У нас как-то получилось. Я вижу человека, я вижу, что он из себя представляет, и уже понимаю, что могу ему предложить и какую связать вещь. Но распускание, это все, конечно, присутствует в работе, да. То есть у меня есть вещи, которые я не вяжу на заказ, которые я уже прямо готова и продаю. Они тоже продаются и покупаются. И другая проблема, которая есть, вот сейчас мы хотим именно на рынке Перми развивать хендмейт, чтобы это в Перми у нас тоже было популярным, чтобы люди, у нас очень, огромное количество талантливых людей в городе. Вот, да. Они все сидят по домам, что-то делают, придумывают. И мы хотим, чтобы... Своим родственникам что-то вяжут. Да, родственникам. А как это мотивировать? И мы хотим, чтобы они вышли вот в люди, чтобы вышли, показывали, что они могут делать и представляли себя. И первое, с чем сталкиваются люди в нашем городе, первое, что для них становится преградой, это найти качественный материал. Банально вот это. Это самое банальное, но самое важное. Я даже сама, когда начинала вязать, я сразу же поняла, что я хочу использовать вот только качественную пряжу, то есть натуральную. Это начало вас? Альбака, это Перу. Вот, кашемир я начала сейчас покупать в Италии. Где вы его нашли, кашемир? Вот, я прокубатурила кучу моментов, познакомилась с девочками, живущими в Италии, которые сотрудничают с фабриками. То есть европейскую пряжу используют. Вот нашла в Перми девочку, которая вручную красит пряжу. То есть это ручная работа уже на этапе создания материала. То есть это все есть. Но в Перми это сложно найти. То есть я столкнулась с тем, что я пошла по магазинам, там Турция и Россия низкого качества, и мне тяжело было найти. Я пошла в интернет. То есть искать это все в интернете, но это опять же доставка, это время. И мы организовали вот... Да, мы наконец-то решили развивать все вот это движение и уже начали, уже организовали свою группу ВКонтакте. Во-первых, MadeHand.Perm. Мы хотим, уже начиная с этой группы, помогать девочкам вот именно раскручивать свои товары. То есть, во-первых, мы будем рассказывать и показывать, как правильно фотографировать, потому что никто не умеет. Мы будем рассказывать, как это продвигать в Инстаграме, там, в каких-то на других площадках, как это продавать. Вот, Елизавета, сразу же, я занимаюсь еще в свободное время скрабокингом. Да, то есть вот такой блокнот я сделала сама, потому что моя дочь тут вышивала, мне безумно захотелось сохранить эту вышивку, и я думаю, да, я вот это все сделаю. То есть это моя первая такая работа именно вот в оформлении такого блокнота. Вот с чего мне дальше начать? Вот я его сделала, чтобы мне продать дальше. Как минимум, вам нужно его красиво сфотографировать. То есть вот в этом еще. Сейчас продажи, они все идут через интернет. В основном, то есть нужно не зацикливаться на Перми, потому что здесь все-таки рынок очень ограниченный. То есть сейчас благодаря интернету, благодаря всем возможностям, нужно продавать на весь мир. То есть понимать, что ты продаешь для всего мира. Да, то есть сейчас все как бы, люди уже привыкли покупать через интернет, уже сложилось какая-то цивилизованный рынок какой-то сложился. Да, значит, мне нужно сфотографировать красиво. Да, вам нужно, Аня у нас специалист по фотографии, нужно очень как бы вкусно это фотографировать. Я, кстати, посмотрела у вас на Инстаграме фотографии, на самом деле очень красивые фотографии. Там прямо вот хочется купить эту куклу, там еще какие-то вязаные вещи, кстати, вот там, по-моему, твой свитер был. Ну, очень красиво. То есть научиться фотографировать. Да, и мы как раз вот хотим девочкам объяснять, прям встречаться, показывать, как нужно фотографировать, чтобы вещь была в выигрышном фоне. Аня рассказывает вообще, как нужно фотографировать дома, то есть не нужно тратить там каких-то денег на фотостудии, или еще что-то. Вот мы уже проводили ряд встреч, уже у нас несколько было, где мы собирали девочек, и Аня прям делала большой доклад по тому, как фотографировать дома. Вот хорошо, поэтапно мы сфотографировали, выложили в Инстаграм, дальше что происходит? Создали, во-первых, свой аккаунт, то есть вы должны понимать, что вы будете представлять в аккаунте, либо вы будете и продукты показывать, и себя, либо только плоды своего творчества, то есть с этим сразу надо... А, то есть понимать, либо я продвигаю саму себя как мастера, как мастера, да. Либо я продвигаю только вещи. Да, 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 да. То есть это тоже очень важно понять, да? Важно, да, разделить, да. То есть понимать, что вот если у вас будут только вещи, да, то у вас там должно быть по минимуму. Анна, как вы, вот, вы продвигаете себя или все-таки вещи? Я сейчас пока продвигаю себя, но... Я наоборот. Да, но на самом деле и то, и то, оно популярно, оно имеет смысл, но все равно я смотрю, что как сейчас у Инстаграма тоже поджимают, ужимают и всякие придумывают хитрости, что вещи иногда нужнее. Ну, то есть все равно делать акцент на вещи, показывать процесс хотя бы. Вот, я просто прошу прощения, Анна, прерываю. Дальше. Мы выложили все-таки в Инстаграм, создали свой аккаунт, вот все. Дальше что происходит? Дальше нужно этот аккаунт, конечно, раскручивать. То есть не будет так, чтобы выложили свои работы... И сидеть ждать. И сидеть ждать. Нужно вкладывать в него работу, нужно вкладывать в него время. То есть в среднем там в день, два-три часа уходит только на то, чтобы раскручивать там свой магазин, привлекать туда подписчиков. Вот раскручивать, Елизавета, вот я не совсем интернет печалит. Рассказать друзьям. Друзья друзьям рассказывать. Репосты просить сделать, какие-то ссылки, вот посмотри там. Какие-то статьи написать. Да нет, просто даже посмотри, вот у меня подруга сейчас занимается таким-то, таким-то, и скинуть ссылку своим друзьям. Все понятно. То есть вот такой сарафан создать, сарафанное радио, это будет идти, расходиться. Привлекать подписчиков в свой аккаунт. Да, плюс, чем больше людей там будет, тем ваш аккаунт будет популярнее, к вам будут подписываться другие уже незнакомые люди. Выходить из соцсетей тоже надо, участвовать в ярмарках, в каких-то пространствах. То есть не только в онлайн, да? Да, да, да. То есть это тоже вармный момент. И действовать все возможные ресурсы для продвижения, то есть и интернет, и живые продажи, участие в ярмарках. То есть если интернет, то это, конечно, нужно как можно больше привлекать и привлекать к себе внимание какого-то. Елизавета, ярмарки, вот в принципе они у нас на самом деле очень много проходят, да? Где люди представляют вещи, сделанные своими руками и так далее. Насколько они эффективны? Я считаю, что это очень эффективный способ раскрутки. Во-первых, даже если у вас там не будет каких-то продаж на первом этапе, у вас будет реклама. Люди подойдут, они посмотрят, они возьмут вашу визиточку, если там им понравится. Возможно, они вообще после ярмарки придут и закажут. То есть не купят там, но как бы... Останется такой у них... Да, это очень хороший опыт в плане вот таких вот живых продаж, как бы, когда ты общаешься с человеком, когда ты понимаешь, что человек хочет, как бы, может как-то можешь потом проанализировать это и предложить что-то еще. То есть и вот оно, счастье потом приходит, совершается покупка, да? Да, да. А вообще, вот период я просто хочу понять. Сколько нужно времени, чтобы, скажем, вот это вот твое хобби приносило доход? Ну, тут конкретной формулы нет. Это, опять же, все будет зависеть от вас. Сколько вы ресурсов готовы на это потратить, временных. И какие вещи, да? Да, и какие вещи. То есть тут надо смотреть сезонность, проработать свою целевую аудиторию, понять, для кого вы это делаете. И уже как-то стараться вращаться именно в этих кругах, предлагать людям вот из этого круга все. И чтобы они уже разносили по своим знакомым, друзьям все это дело. Вот эту информацию, да? Да, да. То есть тут все зависит от вас. То есть больше всего все равно. В среднем я считаю, что если как бы у вас нет каких-то глобальных больших бюджетов на рекламу, там вы все делаете сами. Если вы каждый день работаете, делаете правильно, вкладываете вы там по 2-3 часа в день, то в среднем через пару месяцев у вас уже вполне как бы пойдут продажи и начнется какое-то вот это движение. То есть, Елизавета, вот правильно понимаю, это больше все равно как сарафанное радио, да? То есть больше общение с людьми вот в выставке, да? Да, конечно, конечно. Даже в Инстаграме тоже общение с людьми, как бы все равно это сарафанное тоже радио. Кто-то купил, сделал там фотографию с собой, с этим изделием выложил. Какую ты написал, да? Еще пришли там желающие покупатели. То есть тут, естественно, да, это общение. Чем больше общения, тем больше у тебя заказов. Вот, наверное, копимый вопрос. Как пришли вот к этому? То есть наверняка какие-то есть профессии, да? Где-то поучились, где-то дипломы лежат. Конечно. Вот. А как начали вот все-таки именно заниматься ручной работой? Ну, поняла, что вязание вообще сейчас очень популярно, что люди вот, они очень ценят эту ручную работу, им интересно покупать. И вообще я люблю вязать, в принципе, мне это очень понравилось. Я изучила рынок материалов и поняла, что там огромное количество... То есть рынок востребован, вот эта продукция на рынке. Востребован, да, да, востребован. Елизавета, у тебя как? Да, я вообще инженер по профессии, у меня конструктивное мышление. То есть придумать модель, выкройку составить, это мне как бы труда особого. То есть все равно диплом даром не... Нет, я работаю еще и по своей специальности. Все равно по специальности. Вот Елизавета, как у вас? Я тоже, мне настолько нравится это занятие, что я готова там ночами, днями сидеть, вышивать и шить. И в какой-то момент я поняла, что, ну, если мне настолько нравится, я, наверное, могу попробовать зарабатывать этим деньги. Я отбросила все работы. А кто по специальности? Я вообще программист, создаю сайты. Ну, я решила в какой-то момент, что нужно все. Если я хочу заниматься вот этим рукоделием, то нужно как бы прекращать заниматься другим и уже погружаться. Селенаправленный, в общем, делать. Да, и вот уже год примерно я как бы занимаюсь только рукоделием. То есть вы уже на той работе не работаете? Я уже не работаю, я уже только вот шью, вышиваю и создаю вот какие-то свои изделия. Ну, это хороший очень пример. И огромное спасибо. Конечно, в начале нет. То есть, естественно, что нужно какое-то время для того, чтобы раскрутиться, для того, чтобы там тебе начали доверять, чтобы начали покупать. Я вот только вот сейчас, к концу, вот уже первого года, грубо говоря, начала выходить на уровень какой-то вот этой вот средней зарплаты. Стабильных заказов, да, каких-то, которые могут поддерживать меня на плаву, так скажем. Ну, большая помощь, прежде всего, была оказана, скорее всего, родственниками, да? Конечно. Когда вот это семейный бюджет. Да, но мы как раз и учим. Да, девочек мы учим. И я вот очень, и хотела бы еще с вами поговорить, но, к сожалению, шеф-редактор уже показывает нам, что время заканчивается. Поэтому еще раз напоминаю, что у нас в гостях была Анна и Елизавета. Девушки продвигают именно свою группу Handmade, да, как это все сделать, да, именно полностью как получать от этого деньги и получать удовольствие. Спасибо вам огромное. Спасибо. Призываем всех творить. Увидимся через несколько минут.